Добрый день, всем доброго дня, меня зовут Кравчук Александр, я заместитель руководителя регионального центра инжиниринга технопарка Жигулевская долина. К сожалению, в силу некоторых обстоятельств Сергей Валентинович не сможет принять. Но поскольку региональный центр инжиниринга технопарка Жигулевская долина, он постоянно контактирует с предприятиями малого и среднего бизнеса, соответственно, мы постоянно сталкиваемся с вопросами уровня квалификации кадров для СМСП. И главные потребители этих кадров, подготовленных в высших учебных заведениях, это как раз являются субъекты малого и среднего бизнеса. В связи с этим мы пригласили к участию в конференции резидента технопарка Жигулевская долина компанию «Ладуга». И, собственно, я хочу передать слово Курдюку Сергею Аскольдовичу, руководителю лаборатории цифровых процессов разработки ООО «Ладуга». Коллеги, если возражений нет, то я бы хотел высказать соображения. Я, Курдюк Сергею Аскольдович, представляю компанию «Ладуга». «Ладуга» является резидентом Жигулевской долины, резидентом Сколково. Мы участники Центра коллективного пользования «Сколково». И коротко, чтобы понять, чем мы занимаемся, у нас малое предприятие, в котором около 30 инженеров, пользующиеся современными инструментами разработки. Нашими клиентами являются ведущие компании, в первую очередь, автомобилестроительные, но в том числе и не только другие предприятия, которые занимаются разработкой и производством собственных технических изделий. Соответственно, мы пользуемся широким спектром программного обеспечения. Наши партнеры, в том числе, например, фирма «Сименс», с которыми мы занимаемся совместными разработками методологии всяческого рода помогающих проектированию и быстрому выводу на рынок тех или иных изделий. Соответственно, в какой-то момент, не очень давно, год назад, мы решили в нашей фирме организовать лабораторию цифровых процессов разработки, которая занимается, собственно, проблематикой организацией проектов и управления проектами, описанием их, и с целью, чтобы эту деятельность сделать максимально эффективной, конкурентоспособной и, как это сказать, малозатратной. Очень интересная у вас конференция. Я послушал особенно несколько последних докладов, и частично, получается, готовясь к этой конференции по просьбе своих коллег, я сначала хотел пройтись по образовательным программам и всяческим вашим стандартам, для того, чтобы их покритиковать, потом заглянул туда, в стандарты, некоторые из них почитал и понял, что, наверное, проблема не в них, ну, вернее, как, они ничем не помогают и ничем, скорее всего, не мешают. То есть они просто существуют, вы можете доказать, что вы соответствуете образовательным стандартам, но это никак не повысит ценность специалистов, которые заканчивают вузы. То есть, соответственно, здесь нужно, очевидно, обратить внимание на какие-то вопросы, которые придадут вашим выпускникам ценность, как продукта. Чем отличается малое предприятие от, например, такого предприятия, как АвтоВАЗ. Людей у нас мало, а тематика обширная. Поэтому специалист, инженер-конструктор, например, на нашем предприятии, инженер-конструктор на АвтоВАЗ, они имеют разный фронт деятельности и разную степень универсальности. То есть работа на малом и среднем предприятии, особенно инжиниринговой компании, которая предполагает работу с большим количеством заказчиков, с разными процессами разработки и с разным пониманием, с разными изделиями, она требует более, предъявляет более широкие требования к квалификации специалиста. Он должен быть более универсальным, более гибким и должен уметь замечать в внешне разнообразных процессах, внешне непохожих, общие черты для того, чтобы оптимизировать свою деятельность и, возможно, местами, что нам в последнее время удается, подсказать нашим заказчикам, как делать не надо, особенно с точки зрения управления проектами. И, соответственно, поэтому та проблематика, о которой я говорю, скорее всего, она больших предприятий тоже касается. Но и у меня есть опыт работы в том числе на АвтоВАЗе и на Ульяновском автомобильном заводе, на руководящих должностях уровня директора по инжинирингу. И я понимаю, что там проблемы эти тоже существуют. Поэтому я бы как основные все-таки назвал бы две проблемы, которые имеют одинаковые корни, исторические, видимо, как в промышленности, так и в учебном процессе. И вряд ли их можно разделить и сказать, что промышленность или учебные процессы, они как бы каждые свои проблемы имеют. Нельзя, сориентировавшись на промышленность, построить нормальный учебный процесс, который касается этих вопросов. То есть первое – это полное отсутствие понимания организации проектной работы у любых выпускников. И я хотел сказать вообще у любых, но я тут сейчас послушал доклад Виктора Соломоновича, я как бы готов сейчас сказать. Ну, то есть вот в этой части получается, что мы, наверное, хотели, и он уже сказал, а я хочу сказать примерно об одном и том же. Вот эта деятельность и вот тот пример, который он показывал, наверное, является ключевым в точке зрения возможности совершенствования вашей работы. И второе – это слабая предметная квалификация молодых специалистов и слабое понимание предмета, который они изучали в институте. То есть приходят выпускники института, если мы берем прям молодых специалистов, что бывает редко, и начинаешь с ними беседовать по существу диплома, как правило, даже предметная часть, она слабо понимается, а уж говорить об экономической и обо всех остальных вообще не приходится. Значит, поэтому две части. Вот я хотел бы сейчас чуть-чуть обсудить проблемы промышленности, касающиеся проектной работы, и, возможно, как вы могли бы эти проблемы решить у себя. Скорее всего, модель этого, прямо вот Виктора Сталовича презентацию надо брать, вот этот последний лист, и примерно, да, наверное, в этой модели пытаться что-то организовывать. Второе – это каким образом попытаться все-таки приблизить выпускников, особенно магистров, к экспертному уровню нормальных специалистов. То есть в этом смысле, как бы у меня есть видение, что ряд инструментов, которые мы используем в своей практике, они могут быть легко адаптированы для того, чтобы выводить на соответствующий высокий уровень инженеров за достаточно короткие промежутки времени. Значит, первое, что касается работы, это вот мои исследования показывают, что это корень 30-е годы. Если говорить о систематизации процессов, да, они вот в большом количестве ГОСТов, здесь вот внизу я перечислил часть ГОСТов, которые относятся к процессу разработки, по крайней мере, касающейся моей области деятельности, то есть разработки в технике. И примерная модель процесса, каким образом она построена. Вот я, вы, если видели, мы задержались с Виктором Соломоновичем на его слайде, и там в верхнем левом углу слайда был нарисован проект, там были нарисованы портреты людей, и внизу было написано этапы проекта. И потом Виктор Соломонович прям пояснил, что вот первая фотография, ну там я уже затрудняюсь, кто там буревщик, кто разработчик, кто-хто, этапы проекта связаны с конкретными людьми и, соответственно, с конкретными функциями. Вот обратите внимание, да, и вот это вот одна из ключевых проблем, которые касаются организации нормального проектного управления. И я, Виктору Соломоновичу, я прям рекомендую вот на это место внимательным образом посмотреть, потому что, возможно, там в этом смысле можно будет на основе изучения опыта уже того, что они делают, прям вот улучшить, сильно улучшить то, что они делают. Значит, слева показано, как по ГОСТам представляется, как должен быть организован процесс разработки, как должны быть проекты организованы. То есть вот здесь можно прям портрет дизайнера, конструктора, технолога, поставщика там и производственника изобразить, и сказать, вот этапы проекта, они по стрелкам. То есть от одного к другому. Ну, и в результате получается сетевой план, или, как называют его, водопадный план. Водопадные планы на АвтоВАЗе мы стали строить 20 лет назад, и первый мой водопадный план устарел. То есть я его, значит, в течение двух недель разрабатывал, и через два дня после окончания разработки он сразу устарел. И я не видел еще ни одного водопадного плана, который бы выполнялся. И это принципиально невозможно. Ну, я это утверждаю, и, судя по всему, это показывает практика. Вот правая картинка, она показывает, почему так. То есть вот этот процесс передачи проекта от одного к другому, соответственно, документация информации, он сопровождается параллельным процессом возврата информации назад, потому что тому специалисту, который дальше, ему надо переделать что-то, что делал предыдущий специалист. И если проект сложный, то получается сложная инфекционная картина, если вы видите, да, с разными стрелками, которые непонятно сейчас, где находится и вообще, где вообще процесс. То есть он уже в конце, потому что производство там какой-то корабль дойдет, или он в начале, потому что к дизайнерам все возвращается назад. Вот. И это проблема попыток построить проектную деятельность по функциональному признаку, по переходу от одной функции к другой. Вот это вот, что лежит в основе модели, на основе которой построены все ГОСТы, что лежит в основе организации большинства предприятий, в том числе проектных, и что сильно мешает эффективности выполнения проектов. Вот процесс на одном из предприятий, которое я работал, процесс согласования документации выглядит вот так, как вот эта блок-схема справа. Если кто-то из вас занимался программированием и представит себе, что это блок-схема программы, а вот эти вот стрелочки напротив каждого – это переходы, безусловные переходы, ну, вернее, условные, но они чаще всего и безусловными являются, то он скажет, что вот эта программа, которая справа, она не может закончиться в принципе никогда. То есть вот этот процесс с таким количеством ветвлений и возвратов, он нескончаемый. То есть вот здесь вот более подробно показано, что в каждом практически блоке у нас имеется возврат к начальному пункту. И любой участник процесса может, нажав на кнопку, соответствующим образом этот процесс вернуть назад. это прямое следствие функционального разделения и того, что при переходе к каждому следующему квадратику возникают вопросы новые, которые на предыдущих квадратиках решены не были. И, соответственно, это проблема. Если говорить… Вот почему… Да, еще что мне понравилось в докладе Виктора Соломоновича, это то, что у него были представлены прям модели. Они словесно описаны, но это модели, пригодные для системного анализа и для дальнейшего потом обобщения этих результатов и, соответственно, стандартизации деятельности. Недостатком… Ну вот мы тоже пытались так делать в самом начале, потом поняли, что это не очень эффективно, и мы посмотрели в сторону ОМЛ. Есть такой язык моделирования, который был разработан в конце прошлого века, и на котором очень удобно описывать концептуально сложные системы. Ну, он разработан был для описания сложных программ реального времени, но сложная программа реального времени, она слабо отличается от любого проекта реального времени, и вот тот понятийный аппарат, который там принят, он пригоден для описания любой концептуальной системы. И вот та часть ОМЛ, которая касается описания процессов, описания моделей реальности, то есть объектные модели, статические модели реальности, он пригоден для описания, он содержит ограниченное количество средств, понятных всем, и он позволяет систематизировать, достаточно хорошо систематизировать ситуацию для того, чтобы на нее посмотреть. Вот это небольшая перепевка на тему диаграммы состояния. Внизу диаграмма состояния без линий переходов, которые характеризуют структуру выполнения проекта на фирме Ладуга, а сверху для примера показан процесс, который до недавнего времени был принят на АвтоВАЗе, он называется G3P, и здесь показано, каким образом наш, ну это для наших инженеров G3P, каким образом наш процесс внутренней разработки синхронизируется с процессом разработки АвтоВАЗ. Такую же схему можно показать и для любых других наших клиентов, у них другие процессы разработки сверху, наш процесс, который внизу, поскольку он основан на фундаментальных принципах проектирования, он легко адаптируется к любому другому процессу разработки, к любому другому графику. И все мы видим, что здесь принцип планирования другой, здесь не переход от функции в функции, здесь переход от одной вехи проекта к другой, где существуют ворота качества, и на воротах качества у нас результаты должны принести все функции, которые участвуют в проекте. То есть все без исключения на каждом этапе проекта. И это не переход от дизайнера к конструктору, потом к технологу, потом к производству, это переход от концепции к разработке и потом к подготовке производства, в котором участвуют все функции. То есть если это нарисовать более, вот этот слайд, он как бы уже имеет определенную историю, на протяжении полугода, тут в разных этих мы обсуждаем организацию проектов, сверху показана диаграмма состояния нашего процесса, а внизу написано, то есть перпендикулярная ось, здесь показано, какие функции по идее в автомобильном проекте они вообще, ну здесь не все, а часть функций, которые должны быть в автомобильном проекте, точно быть. Для чего это делалось? Ну потому что мы обсуждали с разными людьми, вот например здесь есть Алексей Иванович, всем известный Воровков, который замечательную фирму организовал и который является проектором Санкт-Петербургского университета Петра Великого. Здесь вот есть замечательный наш дизайнер Пирожков, которые говорят о том, что их деятельность покрывает весь проект. Это правда, но правда не вся. То есть правда заключается в том, что они работают на ряде стадий проекта, на ряде фаз, но периметры их деятельности показывают здесь красным. То есть имеется в виду, что здесь большое количество и других функций, которые в полноценном проекте обязательно должны быть реализованы. Соответственно, что нужно? Ну по крайней мере так мы сделали у себя, и наверное есть смысл в том числе задуматься, может быть, и вам. То есть если вы построите модель обучения, которая будет ориентирована не на переход процесса от функции к функции, а именно на течение проекта от стадии к стадии с соответствующим уточнением сначала цели, а потом их достижению. То есть это фактически V-образный процесс, сначала нисходящий, потом восходящий. Вот здесь то, что говорил Виктор Соломонович, он говорил, сначала определяем цели. Вот этот этап, это самый первый анализ требований, это требования к проекту, то есть и цели проекта здесь определяются. А вот этот процесс структурирования целей, так называемый процесс QD, знаменитый, который японские фирмы применяют, он вообще, говоря, четырехстадийный и представляет из себя в начале процесс каскадирования целей, который совмещен с одновременной разработкой все более подробной объекта проектирования, то есть итогового. И, соответственно, вот с этим процессом связана объектная модель этого процесса, которая потом должна быть значительным образом уточнена. Наличие такой объектной модели, одинаково понимаемой институтами и промышленностью, оно могло бы позволить вашим студентам понимать, на какой стадии конкретно какая функция, вообще говоря, что должна делать и что ожидать от соседа. Что ожидать от другой функции, например, что ожидать конструктору от экономиста, а экономисту от технолога. И что ожидать конструктору от соседа конструктора. И вообще, какого рода конструкторы должны быть еще в проекте, для того, чтобы проект был замкнутым. Вот для этого нам нужно вначале системно описать все объекты, связать их с фазами проекта, и тогда будет понятно, наверное, чему обучать студентов вообще и как. Вот здесь иллюстрация объектной модели первого уровня для одной из фаз проекта, натурная фаза, средняя. И каждый из этих квадратиков по функциям, то есть это вот у нас функции, видите, они прям функции, да, они на каждой стадии проекта имеют свои задачи, и, соответственно, каждая из этих задач расписана в виде объектов, которые должны быть получены на соответствующей фазе проекта. И если в проекте необходимо выполнение какой-то функции, то ее деятельность планируется в соответствии с такой объектной моделью. Еще один важный момент, который совершенно не преподается, по крайней мере, когда я учился в Мутуэбине Баумана, потом, когда я сам обучал студентов, будучи там аспирантом, и потом, когда я с другими студентами очень долго контактирую и контактировал, я этого у нас в стране вообще не видел. То есть это вот американский военный стандарт, милитарный стандарт 31.3.0, который определяет, вообще говоря, требования к процессу разработки, касающиеся стадии проекта. Это вообще, вот у нас такого понятия вообще нет. У нас, говорится, конструктор должен сделать законченную конструкторскую документацию и передать ее технологу. И законченная конструкторская документация, она включает в себя конструкторские документы, спецификацию, математическую модель, чертежи, выполненные в соответствии с МИСКД. И дальше, значит, по тексту, потом норма контроля. Если не выполнена, то возвращаемся назад. То есть это требования уровня С, как вот здесь вот написано. И если мы всегда будем выполнять требования уровня С, то наши проекты будут длиться не 9 месяцев, а 9 лет. И, соответственно, да, с соответствующими результатами для бизнеса и для качества проекта. Поэтому, если понимаете, да, вот здесь вот в этом стандарте по крайней мере, здесь ссылка есть, да, достаточно строго описано, какие минимальные и, вообще говоря, оптимальные требования к разработке тех или иных документов в ходе проекта, не обязательно конструкторских, которые, вообще говоря, достаточны для выполнения той или иной стадии проекта. Если мы на какую-то типологию организации проекта ориентируемся, то нам что-то подобное надо иметь для того, чтобы в том числе и выпускники понимали и умели сделать модель уровня А, уровня Б и уровня С. Большая проблема сейчас заставить людей делать модели уровня А, когда они норовят сделать модель уровня С и передать соседу. То есть это огромные ненужные затраты, которые потом идут в корзину. И, соответственно, а вот сделать уровень А человек не может, потому что не знает как и вообще не понимает, какие основные требования должны быть и в чем суть того, что он сделал. Вот, поэтому тема такая, да, вот так это должно выглядеть. И прям вот у Виктора Соломоновича прям был зал нарисован, в котором вот такой вот экипаж, да, и они прям там проектируют. То есть имеется в виду, что проект вот так примерно должен быть организован. Если удастся среди, вот в институте сделать вот такое и сделать это массово и прям в учебном процессе, то это будет прям вот то, что нужно. Даже если это будет не на очень современных принципах планирования и описание процесса в основанно, как в той презентации, на которую я сейчас ссылаюсь, она чрезвычайно полезная в смысле вот этой идеи. То есть это, почему это трудно сделать в ВУЗе? И почему это так вот трудно сделать на предприятиях, особенно больших? Потому что вот эти вот люди, экономист, поставщик, технолог, закупщик, конструктор и дизайнер, они плывут на разных кораблях, у каждого из которых есть свой капитан. И это не флотилия, они плывут в разных направлениях, как парус поставлен, где как ветер дует. И это большое счастье, если они хотя бы в одном направлении плывут. А вот посадить вот этих людей в один корабль и заставить их всех одновременно отвечать за результат совместной деятельности, вот это большая бы задача была бы. И я хотел бы предложить такую метрику прямо в вашем институте. Это вот прям задача даже не факультета, это задача прям ректора. И вот такая метрика, сколько таких проектов, на тысячу ваших проектов сделано. И прям если у вас 10 или 15, то вы считаете, что ваш ВУЗ уже инновационный. И потом эту практику можно масштабировать. То есть это прям то, что могло бы помочь сделать жизнь вот этих людей. То есть вот вместо обычного проекта, в котором есть, допустим, конструкторский проект, в котором есть экономическая часть, охрана труда, еще что-то такое. И что это делает этот один человек? Вот лучше сделать проект профессиональный, так, чтобы экономическую часть сделал экономист, а технологический – технолог, а конструктор – конструктор. А внешний вид рисовал дизайнер. И чтобы это было втиснуто в какой-то разумный срок, например, два семестра или один семестр. Ну, в зависимости от крупности задачи, да, и результат был бы замечательный. Тогда бы и люди понимали бы, что ждать от соседа. И, соответственно, как бы это сказать, эффект был бы большой, в том числе и для ВУЗа. По крайней мере, ваши кафедры узнали бы, а что на соседних кафедрах делается. И согласовали бы, вообще говоря, свои инструменты. Что тоже было бы, наверное, вам полезно. Ну, то есть, это как рекомендация, да, вот в этом направлении пункта. Второе – это возможность быстрого поднятия квалификации специалистов. Понятно, вот когда я готовился к этому докладу, я задал себе вопрос, а что я вообще вынес из ВУЗа? И я понял, что из ВУЗа я вынес вот первые два года тот фундамент, который я получил в качестве базы, неоценимый. То есть, то, что на третьем курсе, на четвертом, на пятом, в большинстве своем, все-таки просто было ломкой мозгов и какой-то дополнительной информацией. Я потом начал, вот мне понравился еще вопрос один, который ваш коллега задавал, тичинг или лёнинг. Вот я от тичинга перешел к лёнингу, и тичинг меня стал слабо интересовать на третьем курсе, поэтому я просто выполнял учебную программу в силу, ну, сколько времени хватало. Ну, это мне хватило, чтобы там закончить с четырьмя тройками, а все остальное там, если бы не четыре тройки, был бы красный диплом. Но все остальное это лёнинг, и аспирантура это тоже лёнинг, да, и вот это вот лёнинг нужен, да. Как сделать лёнинг? Ну, я коротко сначала, с чем сталкиваются специалисты и вообще, как выглядит на нормальном предприятии функция? Что такое функция? Функция примерно ваша кафедра, и, наверное, это отдел на предприятии, как я думаю. Редко когда кафедры с несколькими отделами ассоциируются, но хотя такие тоже бывают. И вот в отделе обычно есть какой-то руководитель функции, то есть начальник отдела, есть эксперты или эксперты, есть проектные менеджеры, есть специалисты, которые, ну, вот просто приходят специалисты, и они могут выполнять какие-то инженерные работы. Группировка функций по должностям, она может быть разной, и зачастую, как правило, вот особенно в предприятиях советского типа, руководитель функций, эксперт и проектный менеджер, это одно лицо. Это человек, который уже все это знает, и как бы умеет, а всеми остальными специалистами управляет. И, как правило, вот это вот вертикальное, вот в такой структуре, вот этот вертикальный прогресс этих специалистов, он очень сильно запрещен. Что это вообще касалось? Профессиональный уровень человека, это, вот я здесь словом перформанс это обозначил. Коммуникационные способности человека, включая организаторские способности и всякие другие, которые позволяют организовать совместную работу. И активити, то есть имеется в виду, есть ли шива в задницу у этого человека, будет ли он сидеть и ждать результата, или он будет все-таки активно добиваться этого. И, соответственно, вот как бы примерно, да, как это выглядит. То есть кто такой эксперт? Это чаще всего нелюдимый, малоактивный человек, который знает все лучше всех. Вот эти люди, которые красненькие, с которыми очень тяжело, и на моей практике я встречался, ну вот если честно, с двумя экспертами, вот за 20 лет жизни и с общения, общения с тысячами инженеров, я видел только двух экспертов, которые, каждый из них, способны были заменить большую проектную организацию просто в силу тех результатов, которые они получают. Один из них придумал и фактически реализовал Весту в одиночку на автовазе, а второй сделал для этой машины подвеску. И тоже, как бы это сказать, доказав всю правомерность своих идей фирме Рено. Вот эти люди, они неудобные, они плохо общаются, коммуникативные способности на самом низком уровне, и обоих этих людей пытались все время уволить с предприятия. И, соответственно, активность их заключалась только в профессиональной сфере, то есть активность внешняя низкая. Есть и должны быть руководители функций, у которых сравнительно высокие профессиональные функции и умеренная активность, но они должны обладать высокими коммуникативными способностями и способностями к организации. Жизнь заставила выделять на предприятии проектных менеджеров. При всем желании, проектных менеджеров нельзя было бы вербовать из экспертов, потому что у них, вы видите, профиль не тот. Поэтому мы делали, ну в мое время, мы делали на автовазе, по крайней мере, проектных менеджеров и студентов. То есть это люди с не очень высокой квалификацией, но с чрезвычайно высокими способностями к коммуникациям и к активности. И в большинстве своем, по крайней мере, те люди, которые в ту первую команду въездовскую вошли, они так и остались примерно в этой роли, заметно повышая свою квалификацию как профессионального специалиста. Ну и специалисты, которые имеют средние способности во всех направлениях и вообще потенциально могут стать любым из более других, руководителем функции или экспертом. И вообще говоря, хочется что? Хочется, чтобы у всех вот этих вот ролей был повышенный уровень профессионализма, и надо бы его достигать быстро. Ну и по возможности, да, насколько это возможно, ну там повышать все другие способности, но это уже как получится на самом деле применяться к обстоятельствам, и, видимо, каким-то образом уже, это вопрос искусства, каким образом организовать команду так, чтобы максимально реализовать экспертное знание команды. Как делается эксперт? Приходит молодой специалист, реализует ряд проектов. И после ряда успешных проектов он может стать компетентным специалистом, а потом, если есть еще какой-то неудачный проект, а потом удачный проект, то, скорее всего, из него через 10-15 лет может получиться эксперт. Это чрезвычайно длинный срок. Большие предприятия могут себе это позволить, потому что они берут молодых специалистов, у них есть программы обучения, у них есть повторяющиеся проекты, и есть определенный запас прочности, когда они могут везти на борту молодого специалиста, постепенно доводя его до уровня эксперта, и потом уже извлекая затраченные в него средства, в качестве соответствующей прибыли в проектах. Для малых и средних предприятий такая схема уже очень затруднительная, потому что если набрать молодых специалистов и пытаться делать проекты, то, скорее всего, на первом или втором проекте мы потонем, и молодые специалисты разбегутся. Поэтому надо это делать быстро, и чрезвычайно интересно получать из вузов людей, которые приближаются к уровню компетентного специалиста или эксперта. И это можно сделать, только выполняя большое количество проектов. Один из способов – это то, о чем я уже сказал раньше. То есть можно, организовывая соответствующие проекты в виде курсовых, до такого уровня специалистов расти, если вы на этот сегмент рынка ориентируетесь, о котором я сейчас говорю. И здесь вот этот слайд посвящен еще тому, что не все цифровые технологии и не все средства, которые сейчас есть в миру и которые используют профессионалы, они пригодны для обучения. Вот здесь примеры программного обеспечения, которые непригодны для широкого использования в обучении с целью повышения или достижения экспертного уровня специалистами. Это, как правило, конечные элементные программы, основанные на математическом, ну или там граничные элементные и так далее. Конечно, разностные программы, основанные на серьезном математическом аппарате и работающие с громоздкими моделями, трудоемкость, получение которых очень высока. То есть за время своего обучения один студент, возможно, в состоянии сделать одну такую модель, ну или две. И он не способен получить к этой модели никаких исходных данных, его исходными данными надо снабжать, и это сразу снижает ценность дидактическую. Он даже не может представить себе, откуда эти данные взять. Он не может проконтролировать результат. То есть полученный результат должен интерпретировать кто-то другой и в лучшем случае ему подскажет. Он может получить красивые картинки, получить какой-нибудь грант, сказать, что он применяет современные методы, но на этом все обучение закончится, и приходя на фирму, такой специалист на простейшие вопросы не в состоянии ответить, а качество работы вот в этом программном обеспечении не очень высокое, особенно если база хромает. Поэтому это не очень пригодное, изучать эти инструменты можно, наверное, но недостатки слишком большие. А кроме того, я слышал в одном из докладов, там сетовали на материальную базу, то есть эти программы требуют значительных затрат на вычислительную технику. Должны быть хорошие процессоры, должны быть мощные решатели, должны быть профессиональные средства подготовки данных, дорогостоящие программные обеспечения, что само по себе просто, да, как бы еще дополнительным препятствием служат для внедрения этих программ в учебный процесс. Более эффективным является использование программного обеспечения, которое в том числе в процессе каскадирования целей в реальных проектах используется для процесса каскадирования целей. То есть это системные модели, которые позволяют от почти вербального описания объекта, то есть что нужно, да, путем последовательной детализации, синхронизированной с этапами проекта, добиться чрезвычайно подробных и точных моделей, которые в том числе служат потом источниками данных для конечноэлементных моделей. И, соответственно, это модели системного анализа. Мы в своей практике используем программный комплекс Pradis. Вот здесь вот слева показана библиотека моделей элементов, которая примерно иллюстрирует, как с этой программой работать. То есть я из библиотеки выбираю какие-то элементы, из которых я могу собрать объект, меня интересующий. Я могу собрать произвольный объект, в котором имеются объекты произвольной физической природы. И ограничения связаны только с тем, решались ли эти задачи раньше на Pradis или не решались. Если решались, то требуются некоторые математические знания, и, соответственно, наверное, какая-то команда людей, которые обучат Pradis решать задачи, касающиеся этой предметной области. И после этого это можно в том числе и студентам делать. Собираем любой объект. Ну, например, я могу собрать модель автомобиля, которая будет в себе содержать электрическую схему, механическую систему, трансмиссию, например, то же самое, двигатель туда вставить, вставить коробку передач, в двигателе описать газодинамику и как работает, я не знаю, тот же гидроклапан где-нибудь, как работают поршни. Я могу описать подвеску автомобиля, могу этот автомобиль запустить по дороге и посмотреть, как его будет заносить, если нажму на тормоз с такой скоростью, когда он движется. И эти модели могут в зависимости от цели, соответственно, уточняться. И с ними может работать произвольное количество людей, каждый из которых может работать с любым участком этой модели. Ну, то есть я могу организовать теоретически, если пофантазировать, проект в каком-нибудь техническом вузе, где какой-то человек будет собирать модель автомобиля, отдельный студент будет делать модель двигателя, отдельный будет делать коробку передач, отдельный подвеск. И кто-то будет отвечать за то, чтобы вот это все, собравшись, обеспечило создание такого автомобиля, как требует заказчик. Соответственно, трудоемкость получения этих моделей, самых простых, это вообще несколько минут, а достаточно сложных это дни, может быть. Ну, например, там, я не знаю, два-три дня, неделя. Коллега, извините, я вас перебью. У вас по регламенту уже двойной вышел. Все, коллеги, я закончил. Если хотите, задавайте вопросы. Ну, предложение, я могу только сказать, что я предлагаю, если вы хотите, можем прям сотрудничать, да, с теми вузами, которые захотят, и делиться знаниями. Но я предлагаю два, две вещи. То есть организовать обучение, связанное с проектированием, и организовать улучшенную, так это, ускоренную экспертную подготовку студентов для, ну, по крайней мере, касающихся тех, которые с техническими специальностями связаны. Все. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Можно мне? Можно мне? Да, да. Валерий Васильевич. Пожалуйста, Виктор Славов. Ну, я, конечно, прежде всего хочу, так сказать, поблагодарить вас, Валерий Валентинович, за то, что вы так расставили наши доклады, что сначала был мой, а потом вот коллеги. Было бы гораздо другой эффект, если это было бы наоборот. Это первое. Второе, я хочу поблагодарить, вот, вкладчика, я не успел, и простите, пожалуйста, просто ваше имя-отчество запомнить за взаимопонимание. И я очень, вот, почти все ваши слайды сфотографировал, мне не очень все понравились. И если вы позволите, я буду их использовать, вот, ваши слайды у себя дальше в учебном процессе. Это вот первый вопрос. Могу ли я? Да, Виктор Славович, можете. Больше того, если вы какие-то пожелания выскажите, дело в том, что эти слайды, это просто, ну, как сказать, выжимка из каких-то документов, которые у нас полные есть. Я могу ими поделиться, если надо. Вы сформулируйте. Мне как раз понравились ваши слайды, прежде всего. Мне понравились ваши вот эти рукописные слайды очень, потому что они живы. Вопрос у меня вот такой, к вам конкретный. Вот я всегда исходил, и много лет, уже больше 20 лет, так сказать, везде выступал и говорил, что вот работодатель неправильно вообще оценивает миссию университетов. Университеты не готовят специалистов, а готовят полуфабрикат. И этот полуфабрикат уже доводится до кондиции специалиста, так сказать, работая. И в этом смысле, вот так сказать, первый год работы и так далее, это год, так сказать, продолжения обучения. А сегодня мы говорим о том, что, так сказать, ценность приобретает не диплом, а портфолио компетенции, а компетенции, так сказать, утрачивают свою актуальность там очень быстро. Год-два иногда, особенно если они связаны с каким-то конкретным программным обеспечением или оборудованием. И таким образом обучение становится непрерывным. Вот вы как-то никак не упомянули, в какой степени вы, как работодатель, вот вы сейчас в предложениях это написали, что вы готовы с университетом сотрудничать. А вот каким образом вы сами развиваете целенаправленно своих специалистов? Хороший вопрос. Ну, во-первых, как любое малое предприятие, сначала мы пытаемся хороших специалистов купить. И это правда. То, что вы сказали, не может из института человек выходить полностью готовый. Это полуфабрикат. И если я в этот полуфабрикат вкачаю знания по программному обеспечению, которое устареет через два года, то ценность его практически близка к нулю. А если ко мне придет человек, который знает предмет, неважно, как он его изучил, он хорошо знает двигатель внутреннего сгорания. Вот знает. Знает, какие процессы там происходят, что надо делать, чтобы сделать его лучше, легче и так далее. Вот прям предмет. Тогда это ценный специалист. Поэтому вы правильно говорите. То есть нужно научить человека, во-первых, предмету, а не средством, с помощью которых там, которые используются там где-то в сиюминутно. Во-вторых, если прямо отвечать на вопрос, то вот программный комплекс, вот этот вот Pradis, например, или похожие программы, которые позволяют заниматься разработкой в других сферах, не связанных с конструированием, они приводят к тому, что, пользуясь ими по ходу дела, человек очень быстро приобретает квалификацию. Поэтому наших специалистов мы вот через такого рода проекты прогоняем. Но не специально прям вот обучение. Обучение прям редко. Вот прям сильно обучение. Но прикрепить человека к кому-то, кто делает проект, и чтобы он его использовал там, это зачастую мы делаем. И как раз вот в таких проектах, где человек может хорошо понять предмет, поучаствовать в испытаниях, понять, почему ломается, послушать отзывы потребителей, да, и понять, что было плохо. И, соответственно, улучшить свои знания на предмете. Ну, я не знаю, но столько я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть. Вопросы еще. Если вопросов нет, я бы прежде, чем закрыть наше мероприятие, поскольку это был у нас последний доклад, хотел бы обратиться ко всем участникам и докладчикам, и участникам нашего мероприятия с благодарностью, что вы приняли активное участие. И интересные, содержательные доклады и обсуждения у нас произошли сейчас. Мне очень приятно. Но прежде, чем закрыть полностью уже, хочу сказать следующее. По результатам проведения конференции мы подготовим соответствующий отчет, ну, будем так говорить, решение конференции. И вот сейчас на последнем докладе как раз я даже увидел пожелания и предложения соответствующие для образовательного процесса, для изменения программ образовательных и так далее. Коллеги, у меня просьба к вам. На почту оргкомитета конференции. Пожалуйста, присылайте свои замечания, предложения, вопросы по проведению конференции, по содержательной части и так далее. И мы проанализируем, у нас есть соответствующая комиссия, которая проанализирует все эти ваши предложения. Мы соответствующие сделаем заключение, решение нашей конференции. И затем, если кому-то понадобится, опять же, по запросу, мы вышлем вот этот вот, собственно говоря, документ. Особо, собственно говоря, большое спасибо вот последнему докладчику, который выступил с конкретными предложениями по изменению учебного процесса. Да, и другие докладчики также выступали. Большое вам спасибо. Есть ли у кого ко мне вопросы и какие-либо замечания по проведению конференции? Если нет, спасибо большое. И на этом наше мероприятие считаем законченным. Большое спасибо вам. Спасибо организаторам. Спасибо, Валерий Викторович. Всех благ, коллеги. Спасибо.